МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни золотой, ни серебряный морщин, ни черных соболей сибирских, ни венцарства цветов, ни балетных материалов, а превеситомные оленькие цветочки. В 2019-й дважды юбилейный для самарцев. Это год 160-летия памяти писателя Сергея Аксакова и 200-летия со дня рождения его сына, почетного гражданина города Самары и самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова. В связи с этим Аксаковский комитет предложил студентам Института культуры приготовить сцену по одноименной пьесе поэта и актера Сергея Макарова и автора гимна Самарской области композитора Леонида Вахмянина. И вот мы сделали номер, настолько он понравился, вот эта сцена, которую мы создали, что по просьбе, по, я не знаю, там, просьба, требование, наверное, было Аксакского комитета, что все-таки сделайте полноценный спектакль. «Эдой здесь дешевле не купить, Самый лучший ценный ваше! Сам тебе готов я доплатить!» По словам артистов, музыкальный спектакль получился условным, без реквизитов и декораций. И все, включая корабли, купеческие дары и райские сады – воображаемое. Даже волшебный «Аленький цветочек» актеры изображают руками. Постановку готовили более двух лет. Спектакль готовили с самого начала обучения. Как только мы поступили, мы узнали о том, что будет ставить спектакль «Аленький цветочек» с теми, кто поступил на курс Юрия Ивановича Долгиха. Готовили постепенно, фрагментами. Сначала одну часть, потом другую. И так получилось, что спектакль вышел целиком. Авторы сохранили сюжет неизменным. Это по-прежнему вечная история о чистой любви и преданности, прошедшая сквозь более чем полтора столетия и не утратившая своей актуальности. И меня учили так. И я вот так своих ребят учу. И мы с Александром Мальцевым, что ребята должны прикоснуться к великой драматургии, к великим писателям. Главное, чтобы они что-то усвоили, прикоснулись к классическому, хорошему материалу. И это самое главное. И они несут добро. Наши ребята несут добро. Как часто в жизни так бывает, Мы перемен, мы счастье ждем, Мечтаем, думаем о нем. Спектакль стал финалистом театрального Приволжия в фестивале конкурса на лучший школьный и студенческий театральный коллектив Приволжского федерального округа. В ПФО он реализуется впервые по инициативе полпреда президента России Игоря Комарова. Среди 20 самарских спектаклей, выдвинутых на региональном этапе фестиваля, победил еще один. Это либретто «Тайна серого замка» или «Каникулы с привидениями» мюзикл детской театральной студии «Дорога добра». В этом году, в год театра, мы провели эксперимент. Была написана авторская пьеса, либретто, мистический мюзикл «Тайна серого замка». Мы осваивали этот новый жанр мюзикла. Для ребят это был новый опыт. Мы с ним справились, нас оценили очень высоко. И ребят наши счастливы. У меня такое сранное чувство, как будто за мной кто-то наблюдает. Наблюдаем, наблюдаем. Современные подростки попадают в старинный замок. 300 лет назад здесь без вести пропало шестеро детей. С тех пор, по преданию, место стало проклятым. Согласно пророчеству, пройдет время, и души, заточенные в замке, будут освобождены. А главный герой прощен. Вот уже 300 лет я прошу по замку и ищу своих сестер и брата. А нахожу только в праздник серого тумана, когда блют часы. Туман рассеивается, и все повторяется снова. Наш спектакль о любви, о том, что нет преград. Каким-то ты не был. Странным, стрёмным, страшным. Даже привидения могут подружиться с людьми. И в этом нет ничего такого. Нет преград. Нет преград, заявляют нам юные актеры. И совсем скоро они смогут доказать это еще раз после финального голосования. Они будут отстаивать свое право быть лучшими в привозке в федеральном округе. Конкуренты у нас еще 13 таких коллективов школьных. Я считаю, что наш театр школьный с этой замечательной постановкой, как и творчество чуть более старших ребят, это студентов Самарского института культуры, они заслуживают право быть лучшими. Записи спектаклей финалистов из 14 субъектов ПФО опубликованы на сайте фестиваля Театральная Приволжья РФ. А в пятницу, 29 ноября, в 14.00 стартует финальное голосование, которое продлится ровно сутки. Каждый желающий сможет отдать свой голос, позвонив по бесплатному номеру 8 800 350 35 43 и в тональном режиме набрав порядковый номер, лучший, по его мнению, постановки. Самарские спектакли идут под номерами 12 и 26. Мы знаем, что наш сам спектакль стоит под номером 12 и пока что мы как бы лидируем, но пока вот наблюдаем, ждем, каждый раз смотрим новости, переживаем. Конечно, ответственность чувствуется и страх, и переживание. За свой регион голосовать нельзя. Впрочем, самарцы могут поддержать своих артистов, приняв участие в акции «Челлендж. Подари аленький цветочек». Условия такие. Выкладывайте в социальные сети фотографии живого или сделанного своими руками алого цветка и ставьте хэштеги. Театральное при Волжье, Год театра, а также призывы к соседям из других регионов. Уфа, голосуй за нас, Киров, голосуй за нас и так далее. Это привлечет интерес к спектаклям из 63 региона и даст им дополнительный шанс на победу. Итоги подведут в прямом интернет-эфире 30 ноября в 14.00. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!